Телепроект премия калининградский продукт Здравствуйте! В эфире телепроект премия Калининградский продукт. Сегодня с вами в студии Георгий Дыханов, сопредседатель калининградского регионального отделения общероссийской организации бизнеса Деловая Россия и Марина Белых, руководитель и основатель компании «Эрго-дизайн». Добрый день, Марина! Добрый день, Георгий! Вопрос, почему «Эрго-дизайн»? Что означает «Эрго-дизайн»? Я знаю, что дизайнеров в городе очень много и разных направлений, а вот у вас уже в самом названии заложена какая-то мысль. Название компании «Эргодизайн» состоит из двух слов – «эргономика» и «дизайн». Суть слова «эргономика» в том, чтобы создать условия максимально эффективные для работы, но в то же время без минимального ущерба для здоровья. Ну а дизайн, соответственно, это имеется в виду внешняя оболочка продукта. То есть у нас продаются предметы, которые будут полезны для вашего здоровья, будут формировать и создавать правильную осанку. Ваша компания работает на то, чтобы убить сразу двух зайцев – и удобство, и здоровье. А все-таки чего больше – удобство или здоровье в вашей мебели, в вашей продукции? Вы знаете, мне кажется, что это не противоречит друг другу – удобство и здоровье. И вообще, я думаю, что не только удобство и здоровье, но еще и красота, и уникальные дизайнерские разработки, и очень высокое качество продукта. Давайте немножко поподробнее о здоровье. По идее, ведь когда мы говорим о мебели, мы говорим в основном о сидячей работе, об офисной работе, вроде бы такой невредной работе. Или она все-таки вредна для человека? Да, вы знаете, учеными установлен такой факт, что когда человек сидит, нагрузка на край позвоночного диска возрастает в 11 раз. То есть это достаточно серьезная нагрузка на позвоночник, который и так у нас в течение дня в связи с нашей активностью нагружен. И в связи с тем, что основная масса людей ведет гиподинамичный образ жизни, то есть недостаточно двигается, недостаточно занимается спортом. Не делает производственную гимнастику каждые 10 минут, правильно? Да, да, да. Вот, поэтому мы предлагаем вам мебель, которая будет поддерживать ваш позвоночник. Благодаря тому, что спинка настраивается так, чтобы поддержка была от поясницы до лопаток, правильное положение стоп, плюс правильная высота стола и наклон столешницы позволяют вам держать абсолютно ровное и физиологически верное положение всего тела. Вы можете сидеть часами без ущерба для своего здоровья. И плюс еще эффективность от вашего труда в связи с тем, что вам удобно, будет гораздо выше. То есть вы... Ну понятно, производительность резко возрастет. Часто человек не отдает себе отчет даже иногда, что-то, где именно дискомфорт. Мы всегда приглашаем прийти и попробовать эту мебель. То есть просто примерить на себя, как ботинки, как одежду, потому что эта мебель, она должна вам подходить точно так же. Индивидуально в ваши лекала. Вы приходите, у нас есть несколько вариантов, достаточно для того, чтобы вам наверняка что-то подошло. И когда человек присаживается в это кресло, он в момент практически принимает решение, что он его покупает. Ну потому что оздоравливающий эффект просто виден сразу. Да, да. И тут он приходит и садится на удобное кресло, которое мы подстраиваем под его особенности. И он понимает, что в этот момент он чувствует эффект, как будто он прилег и расслабился. То есть вы даете и здоровье, и настроение человеку. Давайте, наверное, пару слов о детях. Дело в том, что ведь формируется осанка все-таки в раннем возрасте. И сейчас вот, насколько я понимаю, одна из проблем нашего общества, что очень много сколиоза стало у детей, то есть скривление позвоночника. А мы понимаем, что позвоночник влияет на очень многие органы человека, и на здоровье в целом, ну и на настроение, как мы уже говорили. Вот можно ли сказать, что ваша мебель помогает формировать правильную осанку? Да, конечно, безусловно. Мебель доказана эффективно. В 70% случаев у детей формирует правильную осанку. Остальные 25% мы оставляем на тех детей, которые уже имеют хроническое состояние, которое, к сожалению, мы не можем исправить. Но в 75% мебель эффективна. И это доказано. Есть исследования определенные, да, которые доказали. И сейчас очень сильно поддерживается со стороны Министерства образования, здравоохранения. Я знаю точно, что есть специальные СНИПы, которые вновь введенные для школ. То есть наши школы сейчас по мере финансирования оснащаются тоже все регулируемые мебелью. Эргономичные, регулируемые. Вот про регулируемые. Знаете, я в Финляндии, когда писал научную работу, я заметил, что ученые, многие работают, во-первых, у них стулья вот такие, как седло, да, то есть вот так они сидят, например, да, что оказывается тоже полезно для позвоночника. А во-вторых, у них регулируемые столы. И вот чтобы ученых сидячая работа, да, чтобы долго не засиживаться и не нанести вред своему здоровью в потенциале, да, то есть с годами люди далеко смотрят вперед, они постоянно меняют положение. Вот такие решения есть у вас? Да, вы прям смотрите в будущее. У нас можно приобрести комплект мебели для детей от двух лет. То есть вы в два года покупаете комплект мебели ребенку, и, в принципе, на все время обучения вы этот вопрос закрыли. Да, то есть стол и стул растут вместе с ребенком. Да, хорошая. Конечно, это инвестиция. Если посчитать, во-первых, инвестиция в здоровье ребенка, то есть вы значительно экономите на всех этих массажах, там, и всем остальном, когда вы пытаетесь исправить, но на самом деле профилактика, она всегда эффективнее, чем... Безусловно, безусловно. И потом не нужно выкидывать каждые 2-3 года мебель и покупать... Конечно, да, это экологично в том числе. Я немножко отвлек вас от темы регулируемой мебели для взрослых. Да, так вот регулируемая мебель для взрослых у нас сейчас представлена в том числе электрическими базами, так называемыми рамами для столов. Мы предлагаем для взрослых рамы, которые можно использовать для работы сидя и стоя. То есть в позе сидя вы тоже регулируете ее под свой рост максимально так, чтобы... Потому что даже каждый сантиметр, он... Имеет значение. Да, имеет значение в том, чтобы ваш позвоночник стоял правильно. Потому что стандартная высота стола в 75 сантиметров, она на самом деле редко кому подходит. Но по факту мы все разные. Поэтому вот эти даже 2-3 сантиметра, они очень сильно имеют значение. То есть вы имеете возможность, приобретя такую раму, сидеть в положении сидя правильно. Плюс вы имеете возможность работать стоя. То есть... То есть поработал сидя, поработал стоя. Да, электрическая рама имеет даже кнопки памяти, как в автомобиле. Вы можете спрограммировать под трех пользователей, например, или под три своих позы, или там, ну, в любой вам интересной последовательности и пользоваться этим столом. И причем даже если у вас, например, универсальный кабинет, то это может быть и даже детская высота. Ну, высота детского стола, взрослого стола, там, например, ребенок занимается днем, а папа вечером. То есть диапазон достаточно большой. Очень широкий диапазон, от 62 сантиметров высота стола до 128. То есть это для самого даже... 128, это можно работать стоя... Это может работать стоя двухметровый человек. Как вы сказали, калининградский рынок будет развиваться, и вообще рынок здоровья будет развиваться. А какие планы у вашей компании по развитию вашего рынка или, может быть, продукта? Вы знаете, Георгий, в прошлом году к сезону, сезон по регулируемой мебели у нас начинается летом. Мы очень хотели открыть большой офлайн-бутик именно регулируемой мебели, чтобы каждый калининградец мог прийти и примерить для себя в какой-то пешей доступности. К сожалению, немножко отодвинулся этот план. Но сейчас мы можем анонсировать то, что в следующем месяце мы все-таки откроем магазин. Пока мы еще окончательно не определились с местом положения, но это будет магазин, который будет представлять регулируемую мебель для детей и для взрослых. Каждый человек может зайти и примерить, и принять для себя решение, насколько ему это и необходимо. Очень важно один раз увидеть, чем сто раз услышать или увидеть по интернету. Один раз попробовать, наверное. Да, один раз примерить. Именно примерить, потому что только примерка дает вам понимание объема. Объема и удобства. Все остальное, ну, картинка плоская, она вам никак не может вообще дать. Зачастую, я не знаю, как было у вас, но я достаточно часто ошибаюсь, например, заказывая что-то через интернет. И всегда предпочитаю все-таки прийти и примерить в магазине. Марина, мне нравится ваша лексика, само слово «примерить». Да, «примерить». Потому что никто не говорит о мебели «примерить». Все говорят, ну, пойти посмотреть мебель. Примерить можно действительно обувь там или одежду. Да, и мы мечтаем о том, чтобы каждый калининградец, который работает, либо учится сидя, приобрел у нас регулируемый комплект мебели. Стол, стул или парту. Как вы видите наш рынок лет через пять, допустим, ну, или через семь? А вы имеете в виду рынок эргономичной мебели? Да, именно рынок эргономичной мебели. Я думаю, что будет рост, значительный рост. Давайте на этой оптимистической ноте мы закончим эту беседу, которая была очень интересной. Вообще говорить о здоровье, о детях и о будущем можно бесконечно. Спасибо вам, Марина, за интересную беседу. А я напоминаю, в эфире телепроект «Премия Калининградский продукт». С вами сегодня были Георгий Дыханов, сопредседатель Калининградского регионального отделения «Объединение бизнеса Деловая Россия» и Марина Белых, компания «Эргодизайн». Телепроект «Премия Калининградский продукт».